что друзья приветствую всех любителей 3 викторию нас с вами снова россия и ну что сходу нас беспокоит а в целом в целом нас беспокоит революция которая нарастает у нас до целом не сильно нам угрожает но это важно что революция у нас против советской республики я очень надеюсь что советская республика у нас успешно начал появится мне не придется давить вот это вот 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 посмотрите по красным границам да что тут этого это кошмар это просто чудовищно я это не смогу подавить скажем тогда поэтому сейчас за этим я буду максимально следить чтобы советская республика принялась более-менее что еще какое-то мальтийское восстание у нас скромная да тут в недавней войне с британцами я мальту завоевал я думаю это мальтийское восстание тут уже все подготовка к войне никто ни за кого не вступится но это мелочи да ну и сразу вижу у нас бюрократии минус да нужно с этим тоже более-менее разобраться у меня ничего не строится для бюрократии это минус надо бы надо бы с этим разобраться а в целом ты все в целом все у нас удачно проблеме сов пока что нету какой-то до восстание точно тут высадка да идет да все верно бунт кренового населения но это стандарт это я этому не удивлен вообще во время войны прошлой с британией этот максимально нам сильно мешало все время еда припоминаю мне подсказывает то что все-таки перенести столицу можно чтобы нам вот как опять же в прошлой войне с британией нам не высаживались в ингарю и как бы мужа капитулировали это проблема действительно и принести столицу явно в мирное время это тоже дело участие в дип игре участие в войне дождемся надеюсь мирного времени перенесем столицу в масло стало быть не просто такого его лай советская новая столица но все логично как бы все по р.п. принципе нас легитимность соточка а это значит что у нас очень быстро будет будет принятие закона советской власти конечно если у нас будет вести по процентам этим если будет вести если не будет то тут как бы понятно потом это может закончиться очень крайне печальным чит исходом и мне подсказывали то что можно агитатор сделать главой вот этой фракции вот допустим у меня как раз агитатор от селян коммунист и у меня селяне бунтуют как раз то есть но полный бред абсолютно мне просто нужно было когда они были в правительстве сделать его лидером селян и было бы все проще намного шалей извините как бы вам приходится иметь дело именно со мной стало быть таком в омане восстание подавлено как тост у нас мальты мы ее дамы и оккупировали все проблеме сов не будет никак все буквально она сейчас быстренько капитулирует и все с этим решено еще одно отделение ну почему бы и не чисто в стиле мальта что такое оба кто баконголесской это явно африка кто-то мне объяснит то подожди давай по культурам посмотрим вот они баконголес ну да получается получается они и восстанут так вот мальта минус отлично но мы долго не живем в мире как вы понимаете вот пожалуйста да у нас так то и много таких культур интересны которые супер радикальны всякие шотландцы аглоканадцы мне кажется не смогут отделиться от нас конкретно но да такое неприятное принципе так солидно с деньгами что нет нет налоги я не могу снизить минус 400000 это прям такие денежки денежки вот и по технологиям по технологиям разрушилась такие деньги я качаю в таком случае сооружение со стальными рамами вот вот если мы стройку перейдем на стальные рамы вот тогда нам деньги понадобится явно вот это да во франции вас стали камуисты посмотрите как много как много у нас единомышленников вы поглядите советская республика австрия все еще советская республика кстати в франции какие-то интересные советы голосуют богатые во франции но советская республика то есть как-то непонятно исходя из этого то есть кто больше трудится тот больше получает денег и типа самый трудолюбивый голос и что-то непонятно как то так но это на на совести французов у нас будет нормальный коммунизм значит с лениным совсем хотя вряд ли мы ленина увидим что мне кажется очень в этом сомневаюсь а вдруг в этой вселенной ленин будет за монархию вообще а шалить ладно это что-то страшное так и восстание племени в принципе мы тоже погасили отлично но африка так-то нормально колонизируется согласитесь и а по моему мы наконец а сейчас пока я не восстали мы наконец-то можем колонию основать нет нам нет интересно мы можем да перейти столицу в москву можно в минск общую в минском хотят перевести непонятно так где у нас больше всего мне интересно население в киеве ну столица россия в киеве это прикольно звучит что даже не знаю ну что по столицу в африку а до москву так москву в общем-то у нас все строго по рп советская россия столицы в москве никакого киева хотя было бы прикольно так столица в москве что это нам даст полетел население потенциал налогообложения ой все пожалуйста так наше поздравление столица в москве население в ингрии да в принципе меньше намного было да не так как в киеве ну так вот оно восстание сейчас мы выпадаем бакоанглеское восстание конга то есть страна и в дании коммунистов остались что происходит вообще в мире коммунизм это шагать по планете и всем труднее впереди идущим и получается блин мы должны были стать первой коммунистической страной что вы что вы сделали вообще австрия коммунисты франция вы победите фрада французы коммунисты тоже победят в дании коммунисты тоже победят все же такое блинут была бы карта удобная коммунистические страны посмотреть как-нибудь а сортировка по типу правления допустим по моему где-то я такое видел или нет нет этого 2 виктории было да шо ж такое еще одна причина почему 3 виктория хуже чем 2 кста мы же можем траншейную пехоту поставить я вообще про это забыл просто случайно нажал то давай конечно траншейная пехота эта тема как раз мы воевать сейчас будем это восстание маленькая думаю проблем не будет один регуляр стоит и все блин вот что у нас опять бюрократии чё случилось наверное наверное из-за того что столицу перенес да ну минус деньги получается сейчас разберемся блин были бы мы еще одни коммунисты да получили еще одни коммунисты были бы мы коммунистами мы бы вот все восстания с коммунистами вы поддерживали вот на стороне бы коммунистов выступали вот думаю вот в этом есть какой-то прикольчик и будто бы реально коммунизм распространить по всей планете вот кстати о чем я говорил то что австрия у нас на границе коммунистическая это я задавался таким вопросом это даст нам какие-то бонусы значит на развитие советов да или не даст дает смотрите австрия живое свидетельство того как успешно может действовать советская республика вот это я понимаю кстати тут есть вариант ответа прогресс принятия закона советской республика в россии увеличится вроде на один типа я так понимаю у нас перейдет сразу на голосование правильно не как будто бы это вообще тема подожди это так я правильно понимаю да реально красиво только у нас еще более радикальные стали селяне это и так радикальные как бы какая разница правильно отлично мне нравится спасибо австрийцы не зря не зря я с вами хочу отношения даже лучше с честь этого хотя у нас дурная слава снижение что нам мешать но с улучшение отношений с францией так французы вы сейчас пропадете с карты мира такие как мы к вам привыкли с вами нет смысла улучшать отношения блин как будто бы с такие с такой революции стоит где-нибудь войска на дальнем востоке начать ставить есть такая мысль просто каждую провинцию соточкой застраивать и потом давить это и ну как-то вот смотрите вокруг нашей столицы все вообще все остаются какие-то эстонцы как-то терпимые да еще к советам ну что-то непонятно как будто бы как будто бы это невозможно победить средняя азия все тоже за нас так получается вот эти вот регионы новые хотят беспорядки радикалов масса наверно как-то не очень понятно как будто бы вот если это восстанет опять повторяю это будет невозможно погасить вот по моему скромному значит по моим скромным прикидкам еще один кстати коммунисты очень флаг на северокорейский похож коммунистический на сау кстати до сих пор осталась такая тема что вот если радикализм меньше ста то они не восстанут смотрите на следующей веке минус 4 процента то есть как раз до 78 если никакие события то они не восстанут по идее же и тогда все советская власть здравствуй 73 процента и последняя стадия а ну-ка а ну-ка увидим ли мы сейчас пол мира красные и да советская республика ой уже флаг поменялся советский союз блин ну не говорите что он будет зеленый это такой брат будет такой брат реально революция все кончилось советский с пожалуйста будь красным я тебе умоляю умоляю про и да есть такое дело все игра из виктории 3 ну по ощущениям превращается в третью пускай хойку примерно там такие цвета блеклый был были да кто-то помнит нет по моему ну по-моему вайб такой есть до старых старых ой ай какая красота вы полюбуетесь и так селян про нельзя селян в правительство понял понял принял так у нас все еще всеобщее избирательное право принципе это можно как будто бы стать как мы называемся просто советская республика да то есть то что у нас такое избирательное право подожди а вот у французских коммунистов их товарищи товарищи а у них тоже советская республика несмотря на то что у них голосует тебе только богатые сейчас странно как-то работает гос атеизм в наличии советская республика в наличии но правда школы и лечебницы в религиозные ладно ладно неважно так моментально как будто бы можно кооперативное владением командной экономикой почему-то не можем а при какой системе у нас все деньги к нам будут идти такой вопрос как будто вы при командной экономики да ну как будто бы да ну кооперативное владение получается все излишки производства порно распределяется между всеми работниками как буду доли частного строительства плюс пупи-пу ну в командной экономики вообще запрет инвестиционного вообще за прибыли что из этого круче ведь еще делать теперь почему не можем это принять давай так а нам нужно с пределения власти какой-то более такое вот авторитарная и технологию еще изучить до типа ну давай тогда кооперативное владение это хотя бы прикольно хотя бы что-то особенно но правда будут радикальными промышленники на дворян пофиг давно селяне селяне у вас такой замечательный этот агитатор коммунист мне он так нравится но нельзя нельзя они не входят состав правительства что же такое а нового агитатора мы сможем только в девяносто восьмом заказать получается но не скоро не скоро интересно при советской республике у нас также выборы же да правильно да 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 выборы блин причем из-за того что глава профсоюза все еще радикализмом болеет ну так скажем да грубо он все еще в трудовой группе этой что не называется как коммунистическая значит партия и как будто бы ну не здорово на одном заказать агитатора какой-нибудь профсоюзного коммуниста очень надо такие таких вообще нету да ну круто или подожди вот туда нужно смотреть реформы реформы ну да нету ничего могу сказать печально кстати между прочим есть разделение вот у нас допустим агитатор просто коммунист а есть авангардист то есть как именно я так понимаю авторитарный такой коммунист то есть однопартийное государство обязательно блин то есть теории мы можем построить анархию до анархия мама получается не то чтобы хоть кто-то за это а как раз у нас будет кооперативное владение нифига то есть мы изучим допустим анархизм кооперативное владение сейчас планирую себе включить и тупо анархия мама сынов своих любит выходит ошалеть то есть построим общество не то что левое а левее левого наш маль пойдет пойдет эта тема так пока что от нас хотят защиты прав рабочих напомни мне что нужно для вот этого помню еще вообще не нужно ничего просто все будут радикальными и пофиг абсолютно так агитатор сам по себе он за вот это вот а ему плевать да на экономику абсолютно могут по земельной реформе интересно коллективное сельское хозяйство да и все ну ладно так защита прав рабочих но думаю тут вопросов нет что это надо что-то нам дает минимальную зарплату минус опасные условия труда минус 1000 бюрократии при том что у нас и так минус 1000 да 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 ну давай радикальные дворяне вот ничего страшного так может у нас появился какой-нибудь знаете что уникальное кассус бели типа распространение коммунизма блин найти бы хоть вот-вот сихская империя нас не менее перемирия ничего и или чего а мы воюем пока что блин вы скорее их давить эти очень интересно как советский союз воюет за колонии в африке уникальная у нас страна так анархизм пожалуйста нам сюда и так пока суть до дела мы с вами изучили строительные сектора вот такие вот минус 200000 а чё если вот разом все вот перевести вот на эту штуку и просто бороться экономически с этим а по моему тема с 3 410 да у нас так а тут 820 то есть ну просто вернем свои старые показатели до получается ну да ну давай чикс экономика ты как дефициты но какие дефициты у нас не бывает дефицита в советском союзе вы чего блин у нас не бывает дефицита в советской россии вы о чем вообще нету кстати о чем у нас вообще пострадало то хоть чуть-чуть взрывчатка да нормас стекло не очень почему-то ну всякие инструменты но тут более-менее пойдет еще все строительство сразу 910 стала отлично а давай еще побольше бюрократии поставим у нас все таки там право рабочих на подходе о пошла минус экономика кажется подождение что-то еще давай поставим там со стеклом у нас проблема да где-то у нас стекло производится до в прибалтке как-то хотел стекло до поставить строится латвия да допустим вот она значит латвия советская латвия попрошу сколько нам стекла нужно 5000 да грубо говоря ну и ладно мы можем просто за фулу зафулить вот так до 50 как я люблю это делать вот инфраструктура позволяет население позволяет так вот она минус экономика мы все отстраиваем что у нас есть вообще не все не все не все две почти с подожди это как получается страница да меньше чем был меньше полутора страниц стройка этого это что это стройки коммунизма нет блин это фигня полная надо еще отстраивать нам секторов чуть мне кажется мне это не тема так все советский союз своей колонии в африке отстоял как-то странно в целом отстоял короче говоря и так как у нас дурная слава в 67 дата мы можем всяких дел поставить нам тут таких суеты знаете что я хотел в принципе я посмотрел на сихов сделать из них доминион мы можем прямо сейчас не знаю насколько это интересно вообще как будто уйгуры поинтереснее просто то что они большие на карте но они у нас не имеют хорошее отношение вот в этом проблема только нам нужно ухудшать вот а лишний раз выгонять дипломатов и да просто так получать 10 дурной славы то есть ничего не получает замену как-то не хочется еще на осман кстати мы давненько внимания не обращали вот пруссия да это чё говорил уникального кассуса были у нас распространение коммунизма нету вообще никак чушь такое ладно если мы а сделаем доминион то по моему подчиненная нам страна автоматически примет все что у нас у нас починил страны монархи авто да беда бедокста а теперь то нету ничего в уголке вы чего нет что-то типа подразумевается что что-то должно быть но не может игра понять то что в советский союз какими-то марионетками владеет еще смотрите как болгарский флаг нелепо выглядит я уже говорил да да счет его сейчас без флага в уголке это вообще смех полный принципе можно всех по аннексировать если так подумать да вполне себе то есть типа на праву в советский союз это же у нас советский союз на правах типа республики они войдут в наш состав и будут вместе с нами жить но я думаю радикалов у нас будет чудовищное количество еще было бы неплохо перед этим все-таки мультикультурализм принять что нам мешает вообще просто а мы можем да это сделать но просто никто не хочет мультикультура ли вы чё с ума сошли блин к kind of как это так но все получается проф и профф и того что советский союз это тюрьма народов получается ну да никто не хочет мультикультурализм так подожди осуждаю его ничего не слышали сихи суда нас казармах все привыкли нет перимита и пофиг абсолютно да так рабочая крестьянская красная армия идет освобождать рабочих сихов нас минус экономика все в порядке у нас кредит растет все в порядке проценты 108 тысяч все под контролем и кстати опять принятие законов что-то новенькое там что-то слушание спонсирование тир дискуссия поправка одобрения интереснейший прикол наверное все таки это из-за вот это вот из-за вот этого вот то есть монархии были были одни надписи президентской республики другие в этой 3 интересно что при теократии тут будет написано в теории там там гадания на картах таро очень такой вот к астрологам обратил до против нас британец против нас британец товарищи что делать будем опять воевать с ним с такой экономикой у ее до казарма еще не привыкли все по моему мы сейчас не сильно в состоянии воевать с британцами еще раз да за колоний господи не на британе снова будет перемешаться постоянно дам я так понимаю да 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 что-то я не обращал внимание среди как соединенные штаты написано какой тут шрифт обалденный эх парадоксы айх молодцы соединенные штаты реально соединенные штаты а если я еще и берия против нас да тюк блин нет молодой советский советскую республику душат все подряд душа куда деться от этого куда давайте вот чтобы не воевать и в африке есть такой вариант просто освободить африканские страны до чтобы они не участвовали в войне и просто были независимыми вот а у нас просто их ресурсы будет по что они на нашем рынке нормасом полная фигня да по моему парадокса каком каком-то патче что-то там хотели чтобы мы могли строить производство в чужих странах вот на моменте с марионетками всякие печенными странами это такая им баба была согласитесь а просто имба вот мы за советский союз играем как-то нелогично колонии себе иметь до освобождаем страны строим в них промышленность там что какие угодно ресурсы значит с их стороны на наш рынок выкидываем и полный норме стоить они богатеют у них больше ввп и по процентам они нам больше здесь платит получается то это вообще было бы обалденно но нет но как вы понимаете такого не реализовано как интересно во второй виктории такое было в третьей нету так и на какой-то очень далекий этот откатился где у нас еще война с конга идет так ну давайте подумаем если не сихи то кто какой-нибудь чё сону вместе с ними маньчжурия но маньчжурия против нас не должна воевать по или три такой возможно я не знаю тупо корею северную сделать да мы ее если а только освобождение субъекта можем к сожалению пупу пупу только со подожди а как кто ты как как данник то есть это будет просто протекторат нет северной кореи мы не сможем сделать к сожалению даже японию получается нам 72 надо в любом случае я прошлую серию начинал с того что я аннексировал субъекты давайте мы займемся почему я надеюсь сейчас не будет некая британия вступать про я сохранюсь на всякий случай что вот мясо его не было я загрузил какой-то очень старый что-то походу в дании коммунисты не победили печально пока во франции воюет воюет в принципе нам вообще не важно буду тут коммунисты не будут просто прикольно что вокруг все такие красные коммунисты был бы просто прикольно блин в австрии вообще национальное превосходство при советской республике я еще переживаю то что с нет мультикультурализма блин о чем я и так пора давно было пора эту теократию аннексировать так решает наш генеральный секретарь и бросает нашу рабоче-крестьянскую красную армию суда на кавказ вообще это генеральный секретарь или кто это премьер премьер советская республика какой премьер почему премьер а у всех премьеру называется у коммунистов председатель кстати а у тебя председать как у почему у нас премьер чуть за фигня мне не нравится что у нас премьер блины но советская республика какой премьер это еще очень любопытно как при анархии будет называться глава государства атаманы как-то теряюсь так права рабочих 7 дней сейчас у нас будет опять минус 1000 бюрократии прекрасно сто процентов одобрения кста есть такое дело восстание крепостных к восстании крепостных в чем достижение глупо так про союзы очень сильно нами недовольным потому что они хотели оставить президентскую республику и мне нравится советская республика но глава такое радикал глава но тут так вот блин еще как это объяснить еще целом когда у нас и выборы 94 это результат а а результат предыдущих выборов ссоре я немножко дилетант 98 18 января значит следующие выборы вот агитатор нас остался гитар что ты хочешь следующие давай посмотрим все примутом чтобы кооперативное владение отлично я так и хотел это очень давно мечтал 80 процентов тем более нормально все жесткое анархическое значит общество у нас сейчас будет просто имба вообще раз уж я как-то уровень жизни собрался увеличивать а давай к насчет министерства труда в принципе можно прокачивать минимальная зарплата тут 75 плюс нифига но я думаю уровень жизни у нас значительно так скакнет вообще если у нас кооперативное владение всего на свете то есть ли смысл вообще как-то зарплаты минимальные ставить нет ведь все что все что производство производит как ни странно они же все между собой делят типа и смысл к их зарплатам что-то ставить чего ладно это на совести тех кто этим будет заниматься будет вот я пока придумал что можно построить видите дефицит электричества дам пупу электрификация значит страны просто городские центры все вот так вот перевел да и все немножко поторопился дам согласитесь вот самое время кстати раз такое дело для строя коммунизма конкретно мега электростанцию кузь бахнуть о боже уровень жизни что-то понизился я чё-то ну ладно это не уровень жизни это миграционная привлекательность но все же что-то все красное вдруг стало до при императоре царев батюшки такой фигни не было чего я несу тихо спокойно у нас тут это все по плану идет круто у нас теперь есть куда каучук девать не то чтобы мне сейчас прям это надо сейчас на другие несколько проблемы вот и ввп что-то упал пупу это видимо из-за того что да и все на электричество перевел он сердикий дефицит вы представляете во франции коммунист это проиграли все ошалеть к как они умудряются это делать я не представляю вот правда не понимаю но тем не менее и мамат в общем всем есть такое дело так все кавказ наличие ой среднюю азию бы аннексировать но мне очень хочется кого-то моря не замарянить сделать коммунистом как и мы очень сильно хочется кого-нибудь так вот чикс и все блины все но если не сихи блин с кем-то слабым нужно вы в пруссии то что надо если за него никто не будет ступаться в принципе я согласен смена режима вот это деду и надо но правда это стоит 33 агрессивки почему это настолько дорого вообще всем не плевать то что где-то там типа ладно ладно не плевать согласен а что это нам даст другой стороны что это нам даст сменить форму правления ну и что ну какой-то абсолютно бесполезно кого-то движение на просто очень дорого если бы это было дешево я бы попробовал что у вас за армия к примеру баваре вот с ними да вместе застрельщики и осколочный филе ровно как у нас мы велосипеды и дам ой до велосипедов нам нужно развиваться немножко османы османы а тут как будто попроще на королевство обеих сицилий за них но мне страшно но как будто бы не страшно османы что насчет может кого-нибудь константинополь взять а ай-яй-яй-яй-яй-яй давайте сейчас сохранюсь просто к примеру что мы можем с ними сделать любопытно и тогда начнем какой-нибудь инцидент по типу отмена рабства бесплатного что кстати тоже в нашей в нашем стиле лютый страх да перед нами я он смена режима наш блин хочется вроде по приколу до кого-то сделать коммунистом до 2 закона поменяется так понимаю ну советская республика входит в эти два закона но 22 и 5 дурной славы быть выделения страны ой вот она выделения все коммунистические такие да нельзя где ассириум можно курдистан ну как будто до ирака здесь нет хорошо понял они ирак то и вот он ирак вот есть ирак выделение ирак отлично тогда я пожалуйста выделение ирака есть такое дело только одно выделение можем с вами сделать нам хорошо завоевание карса давай давно пора по моему cars есть такое дело 10 и сколько там получили репутации 75 а по-моему уже нам не хватает до чтобы их самих сделать коммунистами да да хихихахах подожди 2275 место счетом всегда было все хорошо прекрасно просто волшебно да нет хватает в общем-то а давай так сделаем а давай а давай а давай это абсолютно полная бесполезная фигня будет но давай и так пришло время освободить османских рабочих наша рабочая крестьянская красная армия идет на фронта плюс огромное количество флота будет делать высадки туда-сюда там вообще а его их нету шансов ни единого купа революция подожди это а против кооперативного владения тем блин разберемся не часто вот такую революцию как будто можно будет побороть даже если она восстанет никаких проблем вообще как будто бы я немножечко поднял бы налоги да есть такое вот и все на таких и спокойных уверенных движениях вполне себе сейчас буду дальше жить а бесить сицилия значит королевство поддерживает османа как будто бы не страшно особо флотом они нас никак не задавят но вообще абсолютно у нас вот я напоминаю 450 мы боролись ну не совсем на равных но более-менее на равных с британцами то есть у нас было 0 снабжения в африке и у них ровно также 0 снабжения в африке то есть но что-то это о чем-то это говорит да ну с двумя практически минорными странами мы разберемся как-нибудь еще египет поддерживает подожди египет к чему ты египет не надо не надо египет не надо египет бросил все хорошо уговорил не надо а не надо ну не так не надо такой чисто кстати от сицилии можем чуть выделить почему нет или не можем а маневров 30 не хватает прикиньте печально смена режима кстати здесь но просто хоть интересно как это будет выглядеть на королевство public сицилии коммунистическое правительство и даже не будет это этой по факту не италия это не италия это королевства блин обеев συции то есть это будет не королевство что пытаюсь приду гадать название этой страны до то есть как со стри не получится на ну про и монархия австрия что при коммунизме австрия тут что-то интересно наверно будет по названию и османы явно не будут османами Наверное, просто Турция их назовут, я так думаю, да? Просто Турция будет, типа, вот так. Ну, еще интересно, какой у них флаг появится. В этом, конечно, тоже что-то такое вот есть. Итак, я думаю, все, пошла война. Сейчас мы покажем, да, потренировавшись в Британии, как мы это делали. Сейчас мы покажем, что такое рабочая крестьянская Красная Армия и как флот можно назвать. Красный флот, давайте вот так вот, да? Так, вот ряд вот этих вот адмиралов у нас топят конвои вот в этих трех точках. Наверное, не обязательно было в трех именно сделать, но сделал так, ладно. Конечно, высадка, значит, Типр нам не нужен же, да? Ну, ничего страшного. Давай-ка, а давай прямо в столицу к ним высадку. Причем несколько, ну что тут, 38, да? Ну, давай тебя, тебя, во вторую такую же сюда, тебя. Так, ты у нас, родненький, давай-ка сюда куда-нибудь. И вот ты у нас 15 кораблей. 15 кораблей перехватывают, причем, а, не, вот тут не перехватывают их, да? Тогда давай сюда, вот так как-нибудь. Ну, все, пошли высадки. Четыре высадки, четыре адмирала воюют с конвоями, все. И тут вот фронт давится, у нас везде преимущество. Все, пошла продавка, смотрите, уф, блин. А, блин, у нас тут вот фронт есть, да? Ну, ничего страшного, в общем-то, ладно. Блин, накаду или ничего-то. Вот тут нужно точно маринетку освобождать, потому что я никогда этой провинцией не буду заниматься. Ну, если они будут независимы, ну, в теории, что-то они будут, наверное, строить здесь. Есть, анархизм у нас включен, появился. Вообще, анархия дает большой дебав к авторитету. Полит сил от благозастояния минус. Я не знаю, что это нам, это сильно нам хорошо, нет? Открывается закон о кооперативном владении, но это у нас будет сейчас. Открывают партию сообщества анархистов. Прекрасно. Не очень уверен, что это будет сильная партия какая-то. И будет ли она у нас вообще? Ну, вот вообще в Советский Союз без коммунистической партии сделали нормально, да? Это мы исполнили, конечно. По-моему, настало время как-то нашу РКК качнуть. Есть такая идея. Тропедные лодки, например, а? Тема нет? Не знаю. По-моему, просто стандартные пушечки можно. Осадную артиллерию бахнуть. Да? Я надеюсь, да. Тебе 6 лет, а шалеть. Подожди, у нас третьего уровня технологий не так много. Давай, может, тогда третьего уровня технологий все закроем, да? И тогда спокойно, спокойно такой чистой совестью военное моделирование пойдем. Ну, это все. Все, вот они высадки. Вот они высадки. Все успешные пошли. Ай, хорошо. Как столица есть. Тут высадка есть. Здесь есть. Сейчас чисто на подмогу, что есть у нас свободное, мы сейчас направим. Вот Осман обалдел. Представьте лицо султана, блин. Вот когда такое вот происходит с его страной. В принципе, Осман уже, да, готов капитулировать. Вот отлично у нас получается, по-моему. В принципе, можно какую-нибудь армию небольшую перекинуть куда-нибудь. Хотя, у нас все так прекрасно. Они как-то, не знаю, войска переставляют как-то нелепо или что. Хотя, знаете, вот такую вот армию, да, давай сюда. И у нас все фронта будут зеленые. Ну, хорошо. Здесь у нас флот немножечко страдает, да? Ну, страдает и страдает. Вот тут он не страдает, например, вообще. А у них, кстати, поддержание армии минусовое. А что у них случилось? У них прям настолько все ужасно. Не, только в одном месте у них минусовое... А что это случилось-то у вас? У вас же Османский рынок, типа, пожалуйста. Ну да, вместо них воюют, конечно, обе Сицилии, но... Все еще. Какие вот у них потери? 137 тысяч, да? На 50 наших. То есть мы уже видим на основе этого то, что... Эх, Красная Армия так-то посильнее императорской будет. Ну, шах и мат, антисоветчики, что сказать. Коммунистическая Пруссия восстала. Но деду надо поддержать коммунистов. Ну, надо же поддержать, да? Надо, 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 не надо. По-моему, надо. Технократия, Советская Республика. Или забить, или не забить. Подожди, они сильнее? Ну, как будто бы... Ну, за них там Баварии всякие неприятные. Ну, хочется, хочется. Смотрите, тут ряд коммунистов тоже за них. Австрия коммунистическая... Подожди, Канада, ты коммунист? Нет? Не коммунист. Ну, что ты почему-то хочешь поддержать Пруссию? Почему? Так, кооперативное владение есть. Мы все ближе и ближе к анархии. Супер. Так, дип-маневры. Все, поддерживаем коммунистическую Пруссию. Как бы, друзья, не переживайте. Уже у них неуверенность какая-то. Ой, а как... А как же так, Пруссия? А как же так? Бавария не за вас уже, по-моему, да? Бавария не за вас. Ой-ой-ой, а коммунизм-то по Европе все уже? Ага. А, блин, вот она поддержала снова. Вы ничего не видели. Так, ну нам бы войну-то закончить с османами сначала, да? А потом куда-то вписываться. Ну, так, если подумать. Просто окей, где у вас столица? Столица Вселезии, да? Ну, в принципе, самое главное вот это вот фронт держать. Вот этот вот. Все. Тут вот даже соединения рынка нашего нету. Поэтому пофиг. Вот это самый главный фронт. Главное его удержать. Пруссию и все. Мне что-то очень много стран поддерживает обычную Пруссию. Это немножко напрягает. Да. Что-то я уже начинаю немножко жалеть. Швеция. Ой, блин, что-то мне не нравится. Как-то... Не, я могу отказаться. Я могу отказаться. Ой, боже, я могу. Подожди, вот Канада сейчас за нас. Кто-то... Вот, пожалуйста, кто-то. Блин, все за обязательства какие-то вступают. Я просто так вступил, как дурак. За идею. Я за идею вступил. Австрия, давай за нас. Мировая война получается, да? Практически. Что-то Канада, Бразилия участвует против нас. А куча стран здесь. Бельгия против нас. Швеция. Видите, Австралия. Да, Австралия участвует против нас. Рели, мировая война выходит. Османы, самое время сейчас нам все отдать. В принципе, рабство можете оставить себе. Это плевать. Эээ... И рабство. Да, и рабство. Все, они на все согласны. Отлично. Прекрасно. Эээ... Вся Красная Армия в вашем воспоряжении. Пурсаки. Так, Ирак. Вот он. Подожди, почему Ирак не коммунистический? Я не понял. Я когда освобождал, у него был другой флаг. Это что такое? Османская империя. Это что такое? Я менял у них правительство или нет? Я же менял у них правительство. За что я воевал? За что же мы бороли? А агрессивки нам дали много. Я только Карс завоевал. И все. Чего, блин? Ой, парадоксы опять обманули. Боже мой, кошмар. Да, парадоксы. Ничего не скажу. И Ирак не коммунистический, и османы не коммунистические. Да? Понятно, понятно, османы. Понятно, понятно. Ну, спасибо. Спасибо. Так, всю свою армию, что у нас есть, отправляем сюда. Столица пруссаков самая главная. Вот она. Бранденбург же. Вот, все. Ее занимаем, держим и побеждает спокойно себе. Так, от коммунистической Пруссии мы что-то можем попросить? Типа, пупипу. Но она великая держава. Кибернетическое государство. А, шалеть. Кибернетическое государство в Пруссии. Это из-за технократии, видимо? Блин, звучит просто чудовищно. Тупо, ну да, блин. Пруссия 2077. Старшина причем. А, шалеть. Нормально придумано. Кибернетическое государство. И у нас, блин, премьер. Ну, че это за фигня, а? Эх. У всех такие интересные названия. Кстати, как я узнал, нельзя Гвинею освободить как независимых, к сожалению. Ой, боже. Вот это у нас фронты опять свободные. Может быстренько на Гвинеи какие-нибудь регуляры создать? Я даже не знаю. Хотя, о, у нас в гарнизоне много чего. Польша. О, генерал, видимо, умер. Ладно, все-таки я не буду посылать польского генерала сюда. Чисто на фронт суда, вот тут в нижний. Против Саксонии. И Нормуас. И Нормис. И все. Не, ну, с османами, с Ираком очень обидно получается. Прям очень обидно. Не, ну, вроде, когда ты делаешь кого-то марионеткой, точно правительство меняется. Вот точно. Пошла война. Так, ну, тут у нас шансы прям очень хорошие продавить. Все. Будем этим заниматься, получается. Пока они тут отвлекаются. Там, там, здесь. Все. Пошло. Пошел процесс. Отлично. Подожди, качество армии еще раз. Только велосипедисты есть. Все остальное, как у нас. Отлично. Все, вот, канадцы с нами. Все с нами. Все наши ребята. Так, выборы у нас, да. У нас опять, ой, как вы называетесь? Трудовая группа эта опять на выборах побеждает. Нету сил. Нету сил. Кстати, а мы можем вот так вот сделать. Селяне, аграрная партия, суда в правительстве. У нас в правительстве представители профсоюзов. Что, даже не знаю, важно, не важно. Тебя мы можем сделать, да, сделать лидером можем. Лидер-коммунист. Может, из аграрной партии в коммунистическую, что-то типа такого, нет? Коллективное сельское хозяйство, с удовольствием. Против промышленники, дворяне, православные. Время войны что-то не хочется особо, ну, революции каких-то. Ну, как будто бы давай, как будто давай. Но все еще все против анархии. Да, да. Опять же, нам не то, что анархическую партию никак не принять, а коммунистическую никак не сделать. Ну, в этом проблема. Кстати, нифига, ну, уровень жизни подрос. Блин. Это из-за того, что я принял вот это вот? Кооперативное владение? Похоже. Похоже на то. То есть, реально, кооператива работа, вот уровень жизни скакнул. Смотри. Ошалеть. Он еще будет расти, интересно? А, ну, так резко, какого скачка нету, ну, просто бах и 15,1. Удовлетворенное население у нас удовлетворенное в стране, где 140 миллионов, а? А, блин. Вот это сильно, реально. Это без шуток сильно. 15,2, оно все еще растет. Это просто, знаете, график такой, ракеты вверх полетел. Ну, вот это, вот. Это Советский Союз, уровень жизни невероятный. На высоте. Да, да. Да, да, реально. Слава богу, кто-то из союзников у нас направил сюда войска какие-то. Ну, будут воевать, я так думаю. Хотя, Пруссия не наступает, это просто гарнизоны у них, да, тут такие сидят. Ну, да, ну, и как будто бы налогов намного больше стало. Как будто бы можно даже вот так вот сделать, да? А я сделаю так. Да, по-моему, у нас не минус 400 тысяч, по-моему, минус всего 100. Да, а, нет-нет, все, все стало на свои места. Но уровень жизни невероятен. Так, революция уже какая-то совсем скромная, где-то вот тут, вот, да? Радикализм слабенький, ну, бунтуйте потихонечку, бунтуйте, ничего такого. Кстати, коллективизированное сельское хозяйство открывает у нас государственное управление везде. А, блин, то есть государственные плантации будут в Африке. Ошалеть. Это сильно Австралия капитулировала. Кстати, Австралия наш противник, да, была? Да, точно. То есть противник-то капитулирует потихонечку, то есть коммунизму быть в Пруссии. Быть же? Я надеюсь быть. Ну да, сейчас мы продавим и чуть-чуть завоюем столичный региончик. И все, они будут уже готовы капитулировать после этого. Это самое главное на самом деле. А что значит призыв сделать, а? Тупо призыв по всей стране ради немецких рабочих. Да, по-моему, нормас будет. Ну, блин, и самое обидное, я вроде ничего не могу такого интересного с ними сделать. Кстати, финансирование. Почему нет? У нас такие копейки, 3,5 тысячи, это вообще ни о чем. Обязательства от них, допустим, получим. Намерения невероятно радушные, да? Но опять ничего такого с ними не можем. Союз, в принципе, вот ради союза, не знаю, поулучшаем отношения. Хотя нет, улучшать отношения не надо. Если мы финансируем, уже не надо улучшать. Так, минус Саксония в войне. Самое главное, чтобы коммунистическая Пруссия просто декапитулировала. Вот зная игры парадокса, в принципе, вот наш союзник, самый главный, из-за чего вообще все затеялось. Они могут капитулировать, вот реально. Я не особо сильно удивлюсь этому, если что. Так, и раз такое дело, по-моему, вполне можно во время войны начать что-нибудь отстраивать. Например, каучук. Вот мы при нулевой стройке, как бы, не очень такой баланс имею. Кстати, нифига, у нас ВВП поднялся. Красиво. Вот о чем это я. Да, нужно строить нам каучуковые всякие плантации. Это вещь полезная для нас. Здесь золото не везде отстроено. Пф, непорядок. Да, вот он каучук. Где? Где, где, где? Эквитриальная. Вот она, как ты? Эквитриальная просто провинция. Ну, на ваш сочек, 20 бахнем. Инфраструктура, я тут вижу, большая. Наверное, чисто из-за населения, я так понимаю, да? Ну да, такое более-менее солидно. Есть такой, где минус 200 тысяч уже. Вот, и что-то я еще задумал и забыл, вы представляете? Что-то я забыл. Хотя по ВВП я вообще далеко-далеко улетел от Великобритании. Ей меня не догнать уже абсолютно. Вот, но почему по престижу мы проседаем перед британцами? Вот почему? Почему? Демонстрация силы армии 1600, флота 2400. Вот у нас как? 1600, 2300. Тут мы не отстаем. Ведущие производители товаров 650+. Здесь у них меньше 600. От ВВП 1000. Но у нас явно ВВП больше. 1200. Где они нас обгоняют? Причем так солидно, на косарь, блин. Из-за процентного вот этого бонуса. Там популярный командир и всякое такое, да. Ну, может быть, чисто из-за процентов. Но по факту, согласитесь, по факту мы престижнее, чем британцы. Мы круче, мы сильнее. Мы вообще молодцы. Уровень жизни-то какой, полюбуйтесь. То есть, 14-е место в мире. Это учитывая все мелкие страны, которые на чужом рынке, и из-за этого у них высокий уровень жизни. А у нас страна на 140 миллионов, да. Топ-3 в мире, да. Топ-3 населения в мире. Да, блин. Это вам не империя, это Советский Союз. Вот просто полюбуйтесь на фронт. Вот что они против нас могут противопоставить? На фронте миллион солдат. Ну, почти миллион, да. Вот что они нам могут вообще сказать? Как они нас могут остановить? Никак. Ну, ну, Пруссия минус 10 и минус 6 каждую неделю. Понимаете, да? Блин, был бы у нас еще какой-то... Все, капитуляция Пруссии. Вот был бы толк еще от этого, что вот мы не просто так это делали ради прикола, а вот ради чего? Пруссия просто Пруссией называется. А, ну да. На чем я, кстати, говорил? Коммунистическая Пруссия просто капитулировала, полностью выигрывая. Там, ну, недель пять еще. Они бы просто минус 100 у них было бы. И они просто капитулируют, берут. Так, я ни одну революцию больше не поддержу. Ни одну. Бразилия. Нет проблем. Аннексия. Коммунистическая страна Пруссия. Да, да. Они просто... Просто все. Просто вот. Просто сколько там? Ну, 1150 солдат наших умерло. Просто так. Ну, да. Может. Ну, а вопросы там еще нарожают, как бы. Вот вам и ответ. Ошалеть просто. Так, от нас требуют в социальной политике... У нас, кстати, ее нету. Значит, субсидирование зарплат. То есть, я так понимаю, мы, если это прожмем, у нас сразу это закон примется, да? Наверное. И селяне всегда будут выбирать лидеров из числа авангардистов, коммунистов или анархистов. Анархия из текста. Она... Да, важно. Правильно я понимаю? Да, сразу субсидирование зарплат. Какое у нас... О, боже. Минус 1900 бюрократии. Какое у нас передовое правительство. Вы полюбуйтесь, да? То есть, все. У нас селяне навсегда коммунистические. То есть, вообще, навсегда. Прикольно. Прикольно. Так, ну это у нас пока только одна партия такая. То есть, получается, двигателем коммунизма в России являются крестьяне, а не рабочие, да? Кто-то в этом и есть такое. Ну ладно. Ну ладно. Так. Так, у нас все по домам разошлись. Деньги у нас просто невероятные. При том, что это просто коллективный... Ну, производственный кооператив. То есть, это не государственное управление. Если государственное управление бы было, то я, ну, не представляю, сколько бы у нас бы денег было. То есть, все доходы от всех производств у нас бы в казну капали. А это просто уровень жизни невероятно повысился. Вот и все. Вот так-то. Вот так-то. Так, в экваторальной провинции у нас каучуковые плантации в наличии. Население, я надеюсь... Да, население тоже есть. Каучук. Каучук можно потратить. Ой, 2000. Подожди, а сколько у нас они могут производить? Пожди, 600 всего. Так мало, блин. Нет, тогда лучше на оборонку тогда бахнуть вот это вот. 600 как раз вот. Че-то у нас как-то казармы, что ли, новые где-то появились. Не пойму. Ничего, вроде не завоевывал. Че случилось, непонятно. Вот велосипеды. И реально только 600. Так мало. Да, ну че-то меня не радует это. Че-то не радует... Ну давай побольше тогда бахнем каучука. У нас в итоге не только рабочие будут иметь высокий уровень жизни, но и крестьяне сейчас как... Эх, хотя в этой игре так получилось то, что... Ну, на всяких полях тоже работают не крестьяне, а рабочие. Вот они рабочие. Есть фермеры какие-то. Ну и рабочих больше, чем фермеры. То есть, ну как-то непонятно. Вроде ферма, а вроде... Вроде рабочие. Ладно, как вы думаете, через 40 дней 92% у нас пройдет этот закон или нет? Ну, 91%. В принципе, я не удивлюсь, что он не пройдет с таким шансом, как бы, с везением. Ну, как будто бы, знаете, есть смысл побольше армии нас тут, вообще чудовищную армию построить с невероятным отрывом от всех на свете и просто наплевать на агрессивку и воевать за все всегда и вообще быть самыми классными. Как будто есть так... Ну, такой вариант, да? По-моему, неплохо звучит. Вот, и учитывая это, как будто, знаете, можно эту партию вообще навсегда продлить, то есть, затянуть до финальной даты. Просто делать все больше, больше и больше марионеток себе. А? Звучит прикольно. Вот, главное, чтобы вам нравилось. Коллективизированное сельское хозяйство. Отлично. Итак, анархию у нас все еще никто не хочет. Я даже не удивлен. У нас все почти очень, в том числе профсоюзы, хотят вернуться сюда. Нет уж, нет уж. Налог у нас самый лучший, да. И как будто я даже не знаю, ну, обязательно начальное образование как будто можно воткнуть. Какую-нибудь пенсию по старости и, по-моему, уже все, нечего нам делать, да? Вот что нам сейчас предложат селяне? Коммунисты селяне? Что они могут нам предложить даже в теории, я не понимаю? Все же есть. Ну, знаете, такое ощущение, что ничего. Абсолютно ничего. Что-то они на все забили вообще абсолютно. Ну, ладно, друзья. Уровень жизни все еще растет, вы не поверите. 16 и 7 уже. Девятое вместо евреи, понимаете? Таити, Ганновер, Бремен и Советский Союз. Ну, вот они мы. Ну, вот. Ну, как будто бы, как будто бы мы топ-1 можем стать вполне. Вот какие у нас госпошлины, блин. Госуправление у нас автоматически на все практически, да? А, ну, на все, что можно. Госуправление у нас сделалось, да? И что-то даже не заметил. У нас экономика это как бы в плюс. Ну, не, она в плюсе. Ну, в принципе, минимальные налоги, максимальное строительство. Ну, мы бы в минусе, наверное, были, да, с такой бюрократией, а мы в плюсе. Да, наверное, все-таки это выгодно. Финляндия тут восстает внезапно. Финляндия, ты уверена, что ты хочешь восстать? Да тебя обычно Финляндия загасит, думаю, вообще обращать внимание не стоит. Так что, друзья, друзья, как вам Советский Союз наш, а? По-моему, неплох. По-моему, неплох. А вот еще раз повторяю, мой план, если что, если продолжать это прохождение, то я буду отстраивать чудовищную армию невероятную и, наплевав на агрессивку, просто воевать со всеми. Ну, еще хочется для красоты вот тут марионетки присоединить и все. Вот, это мой план. Так что пишите, вы за продолжение этого прохождения или против. Вот, ну, кого больше, блин, так и решим. Так решим. Так что, друзья, пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это важно. И на этом сегодня все. Всем спасибо, что...